Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в гостях публицист, историк, я думаю, хорошо вам известный Игорь Ватолин. Добрый день. Добрый день. Вот я некоторое время назад с приятным удивлением узнал, что Игорь, может быть, я бы не сказал, что занялся, но навернулся к такой исторической стезе и проводит экскурсии по Риге, по Юрмале. Вот у меня есть один приятель, который с наступлением пандемии часто у меня спрашивал, «Слушай, а ты где вообще был в выходные?» Он имел в виду не Хорватию, не Кипр. И он начал объезжать со своими детьми разные уголки Латвии. И он действительно с такими глазами мне говорит, «Слушай, я вот там побывал, вот там побывал». Я столько потом вообще узнал и начал читать. И, может быть, действительно, вот эта пандемия каким-то образом действительно нас заставила взглянуть, что вообще находится вокруг нас. И оказалось, что там масса есть чего интересного. Вот, может быть, это тоже стало таким вот побудительным началом, да? Ну да, поскольку нам открытие чудных готовит пандемийный дух. Но надо сказать, что какие-то экскурсии я водил по историческим местам, ну, начиная со среднего школьного возраста. Но до поры до времени это были такие специализированные экскурсии для знакомых, для коллег, там, преподавателей истории. И, ну, то есть, когда попросят, когда специально закажут. Но где-то, ну, года полтора назад у меня возникла идея, ну, как журналисту, как человеку, занимающемуся историей, копнуть историю Риги именно не только центр, не только старый город, но и какие-то вот микрорайоны или околотки. Вот я долго думал, как перевести на русский язык вот такой, ну, фактически ставший административным термином АПКМЭ. Ну, вот можно перевести микрорайон, но назвать старую Ригу микрорайонов... Никак, живым асилом, который как-то язык не поварит. Ну, а вот такое старое доброе русское слово «околоток», ну, означающее то, что «около», «вокруг», вот, АПКМЭ, это, оно, мне кажется, наиболее адекватное, я так понимаю, что, значит, господин Фольков тоже сторонник такого термина... Да, мы, правда, с ним чуть-чуть спорили, я говорю, что нет, может быть, какая-то окраина. Он говорит, ну как, ну, центр ты окраинный назовешь? Ну, слово «околоток», вот, даже если его не было, его можно было, вот, как бы, переизобрести. Да. Значит, и Рига, и Рюрмала, как вот то, что, значит, прилегает к Риге, там вот мой хороший приятель, такой довольно известный архитектор Ругис Шенбергс, он сам юрмалчанин, и там много что строил, мы вот с ним тоже ходили, говорили на тему утраченного и того, что было, и сейчас происходит в Юрмале. И так, значит, я начал собирать материалы, и в какой-то момент я понял, что, чтобы в этом материале разобраться, его как-то упорядочить, ну, надо, во-первых, самому пройти в пейзажи, а не только там смотреть на картинки, и на карты какие-то, ну, и потом рассказать об этом людям. Ну, как говорится, один раз рассказал, не понимают, второй раз рассказал, не понимают, третий раз рассказал, сам понял, вот, а они всё ещё не понимают, такой старый анекдот. Ну, вот, когда ты ходишь, рассказываешь, много раз рассказываешь, потом продолжаешь там добирать информацию, копать, то у тебя у самого возникает совсем другая картина, но и вот на этой волне ковида оказалось, что на такие экскурсии, прогулки там, ну, от двух с половиной до четырёх часов где-то обычно, то есть там надо запасаться, значит, термосами или там планировать какой-то привал по пути в кафе, но возникает новая перспектива. И вот на волне пандемии это оказалось востребованным, люди действительно, которые, ну, любовались, знали, ценили красоты там Греции, Европы, замки долины Луары, они вдруг открыли для себя Латвию, что латвийский пейзаж, ну, может быть, чуть-чуть пореже, но не менее такой захватывающий, не менее разноплановый. Вот мне нравится в ходе прогулок там по Риге, по Латвии, другим местам подчёркивать вот эту разность пластов, что был один пласт, потом на него наслоился другой, там языческие времена, потом крестоносцы, рыцари, епископы, потом уже новое время, шведские времена, там польские времена, Российская империя. И каждый слой, он нёс в себе что-то новое, чего не было до того. В этом, ну, как это сказать, ужас и прелесть богатства нашей истории. Вот интересно. Что времена менялись, и даже вот за один двадцатый век поменялось столько режимов, и там человеческие трагедии и приобретения. В общем, с нашей историей на фронтире вот между Востоком и Западом не соскучишься. Вот, я как раз хотел спросить, вот есть такое представление у людей, это, конечно, правильно, я всегда в какой-то степени восторгался историками, потому что, ну, всё-таки столько запомнить, столько информации, и так её по полочкам разложить. Но всё-таки вот для тебя, когда ты, не знаю, вернулся к этому, чтобы вести экскурсии, к примеру, проемы, вот так, чтобы сразу проёмы. Что-то вообще открылось новое, что не знаешь, то, чего ты не знаешь. Это вообще возможно? Не, ну вот надо сказать, что я сам считаю себя отчасти юрмолчанином. То есть, всё моё детство прошло в Юрмале, на даче. В общем, я томился в Юрмале, я вот считал, что какие-нибудь даже вот салкросты, это что-то новенькое, а поскольку я там с младенчества каждое лето проводил в Юрмале. Уже скучно было, да? Да, мне это казалось, ну, приевшимся до ужаса, но при этом, когда у меня появился велосипед, я объехал, ну, фактически всю Юрмалу от Устья-Лелупа до Каугури, слоки, и, то есть, каких-то визуальных потрясений, ну, в общем-то, там особо не было, разве что, ну, появлялся, там сносили старые, появлялись какие-то новые объекты, но так дистанция была известна. Вот эти вот домики с какими-то там узорной резьбой, колоннами, всё это как бы было насмотрено, но вот что было в этом домике, ну, конечно же, я не знал. То есть, это такой целый пласт, да? Да, это был целый пласт, который я начал как-то вот открывать, ну, не знаю, последние там, ну, 20, особенно вот 10 лет, ну, и вот с началом вот этой вот такой уже осознанного гуляния в юрмальском пейзаже, ну, и фактически, ну, я вот пошёл по библиотекам, там, начал там писать всякие вопросы, задавать юрмальскому музею, и, ну, во-первых, открыл, ну, ужасную вещь, что про юрмалу на самом деле, ну, очень мало написано. Это несмотря на то, что кровь, ну, там есть какие-то альбомы с фотографиями красивыми, это тоже полезно, особенно если там старинный альбом, как всё выглядело там 20, 30, 40, там, больше лет назад. Но таких вот внятных книжек по истории юрмалы, вот, краеведческих, их не так много. Но вот родоначальником этой темы стал такой замечательный человек, депутат межвоенной юрмальской думы Петерис Белта, который в 35-м году издал на латышском языке, ну, фактически остающейся единственной такой вот всеобъемлющей книжки по истории. Как ни странно. Да, и по, ну, там, описанию вот этой юрмальского пейзажа с точки зрения истории, этапов застройки. И потом вот все, кто пишут про юрмалу, уже вот отталкиваются от Петериса Белта, это он вот совершил своего рода такой первопроходческий подвиг. Ну, потом, если брать русский язык, это, ну, книжки Ильи Деменштейна. Вышел такой неплохой альбом тоже с красивыми, в издательстве «Непутна» с картинками и пояснительным текстом очень таким неплохим на латышском, на русском, на английском языках. Но, по большому счету, вот такой вот книги, например, Юрмала в советский период, Юрмала в досоветский, межвоенный. Может быть, и посоветский, да. Да, при царе батюшке, что там происходило. Ну, этого очень мало. Единственное, не так давно на латышском языке вышел тоже такой монументальный альбом «История Дубулты». Это Айнарс Радовиц. Такой вот… Дубень, да? Не, 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 ну он вот, значит, сам там живет и давно копит материалы. Вот он его обобщил в такой вот, ну, можно сказать, очень серьезной книге. Но это Дубулты только. Только, да. И, ну, фактически это все. Вот чего-то такого подобного по Майори, по Булдури, там, по другим вот этим юрмальским околоткам, ну, у нас нет. Все это приходится как-то выковыривать, листать старые газеты, говорить с юрмалчанами-свидетелями этих событий. Ну, надо сказать, что вот юрмала советского периода, когда, ну, во-первых, она была сверхвостребована, достаточно посмотреть фотографии вот на уровне Булдури, там дзинтери, там просто вот яблоку негде упасть, там сплошные, да, вот такие загорающие тела отдыхающих. Там вот это нависает вот этот вот на консоли Юра Спэллы. Вот, и, ну, да, и, то есть, юрмала была сверхвостребована. Это был такой вот какая-то город-мечта в формате Советского Союза, там, ну, достаточно сказать, что первая в Советском Союзе выставка курортного туризма в 76-м году, это вот, ну, было абсолютно такое вот инновационное, прорывное событие. Да, для того времени, да. Ну, да, потом вот ресторан Юра Спэллы, где там появилась чуть ли не первая в Союзе Варьете, ну, и сам это вот здание, кстати, вот, ты знаешь, имя архитектора Юра Спэллы? Седусу ему нет, да. Это родившийся в Одессе в 1907 году, учившийся в Берлине, там, в Брно, и даже успевший поработать в Париже в мастерскую великого лекарь Бюзьё Иосиф Лазаревич Гольденберг. Вот он и архитектор, да. А он потом жил в Латвии, да? Он после, ему там, он вовремя, значит, там, накануне Второй мировой перебрался в Советский Союз, а после Второй мировой жил в Риге, значит, и работал архитектором в министерстве, значит, отвечавшим за торговлю и общий ПИД. И поэтому он вот проектировал Юра Спэллы, это, безусловно, шедевр. Шедевр. Я бы сказал, что это вообще икона латвийской, латвийского советского модернизма в архитектуре. И символ Юрмалы до сих пор, отчасти. Вот, потом универмаг Детский мир, вот это тоже Гольденберг, это вот молочный ресторан на берегу канала, там, где сейчас правление свободного Рижского порта, это тоже был его объект. Универмаг Влепы, интерьер Сакты изначально, вот это всё, это замечательный архитектор. Ну, в общем, да, ну, корбезьё, ну, что вам ещё надо? Но вот, к сожалению, мы не всегда помним наших великих. Но про Юра Спэллы до сих пор помнят, и в Советском Союзе... Это было культовое место вообще. Да, это был, как бы, с одной стороны, апофеоз советской власти, вот этой концепции при Балтике, как парадной витрины Советского Союза, обращённой на Запад, что вот и при социализме тоже можем. Можно. Да, а с другой стороны, это был вот побывать в Юра Спэлла, там посмотреть это в Риете, это было вот вдохнуть глоток Запада, Запада, вот, в советских условиях. И, ну, к сожалению, вот этот объект не сохранился, но вот когда мы ходим на дистанции Булдури-Дзинтери, то мы вот смотрим вот то место, где был этот легендарный объект. И, ну да, вот он хотя утрачен, но вот сам этот образ вот вот этого ресторана, вот этой консоли, нависающей над пляжем, это, ну, я думаю, он как-то в сознании сохранилось у многих, кто видел это в натуре или там смотрел фотографии. Но не только это, вот смотрите, вот это вот, если брать имперский период, Российской империи, когда, собственно говоря, начинается развитие Юрмалы как курорта, то вот там была достаточно сложная ситуация с землей, то есть часть земли была казенная, и, соответственно, вот эти вот дачники и формирующиеся вот эти вот сообщества. Но это были люди состоятельные? Это были люди состоятельные в основном, но которые потом могли сдавать вот свои дачи, свою землю. Дополнительный доход. Подачи, ну, кому-то с более скромным доходом, то есть там была очень сложная форма организации всего этого дела. Но вот я хочу сказать, что вот изначально часть Юрмала это была казенная земля, это вот от Устья-Лелупе и до нынешнего Дзинтери, тогда Эдинбург. И вот эта вот нынешняя улица Турайдас, она, ну, основное в XIX веке называлась Пограничная или Рубежная. Рубежная, да. Вот там как раз вот заканчивалась казенная земля, и Амайюри это была уже земля баронов-фирксов, потом, значит, Дубулты, это Дубулты, Яун Дубулты нынешние, это снова казенная земля, а дальше вот, начиная Пумпури, Мелужи, Аса-Ревайвери, это был Карлсбат, то есть земля, опять же, баронов-фирксов. И там вот один из фирксов, которого как раз звали Карл, он, значит, набрался такого окаянства и решил на своей земле сделать первый Кургаус. Первый в Юрмале Кургаус, Кургаус это такая институция, которая не знает современных точных аналогов, то есть это то, что мы сегодня называем туристический информационный центр, это гостиница, это ресторан, причем не просто ресторан, а ресторан с музыкой, которая играет и под крышей в непогоду, но обязательно есть и концертный сад, то есть там эстрада-ракушка и стоят столики, и там, значит, на эстраде оркестр, а за столиками люди наслаждаются, значит, музыкой, воздухом, там ветер с моря. Это прекрасно, да. Да, и вот Кургаус, он в себе совмещал все эти функции, рядом мог быть, рядом или там на каком-то расстоянии еще морской павильон, там тоже ресторация, ну, чуть, так скажем, полегче, ну, кафе, тоже играет музыка, но можно переодеться перед тем, как там принять воздушные или морские ванны. И вот первый Кургаус, значит, барон Феркс решил делать на своей земле, это вот сейчас это эстрада Мелл уже, недавно реконструированная, и что он сделал? Он просто, поскольку главным курортом того времени, ну, одним из главных, был Карлсбад, Карловы Вары нынче, он просто взял и стырил название, ну, а к тому же он сам был Карл, вот, Карл Феркс, он Феркс, так что вот если кто бы сказал, а что ты название стырил, он сказал бы, ну, как, я же Карл, Абад, вот, ну, естественно, был немец, купанин, ну, немец, да, причем немец, значит, русофобы, Ферксы были, как правило, русофобами и юдофобами, вот, по традиции, да, и поэтому вот евреям селиться и арендовать дачи на территории Ферксов было просто запрещено, это вот была отдельная строчка в договоре об аренде, что люди, там, юдоистского вероисповедания, значит, их просим не беспокоиться, что привело к тому, что, ну, скажем, евреи, которые хотели, рижские, например, которые хотели там отдохнуть, позагорать летом, они селились на казенных землях. Где было разрешено. Где было разрешено, да, и вот, в частности, вот, Дублты, Дубельн, как тогда говорили, ну, в простонародье называли Юденбургом, вот, ну, поскольку, вот. Там селились. Да, 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 ну, не только, конечно, там гостили и великие князья там российские, и латышей хватало, и русских, ну, вот, да, вот, вот такая интересная страничка. Ну, и, кстати говоря, там в Дублты сохранилась старая, там, начало 20 века деревянная синагога. Вот, так что... Именно по этой причине. Да, 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 поэтому такая интересная вот страничка истории Юрмала. И таких страниц очень много. Ну, например, вот, то, что у нас, с одной стороны, на дворе Российская империя, с другой стороны, формируются вот эти курортные колонии по околоткам. Ну, и, в общем-то, ну, как-то они были локализованы по железнодорожным станциям. Там железную дорогу построили в 1877 году. Ну, и фактически вот это вот разделение по станциям, оно тогда вот и начало складываться, и сохранилось до сих пор. Так вот, на казенной земле Российской империи начали формироваться, ну, во-первых, общество по застройке, по прицелированию земли и застройке вот этих участков. И всё это содержалось фактически на собственные деньги. Ну, естественно. Там, как поддерживать дорогу. Потом образовывались такие дополнительные купальные общества. Как обустроить пляж? Какой режим купания? Вот до Первой мировой войны это был самый такой вопрос ребром, там ломались копья. Такая дискуссия была, да? Как лучше обеспечить режим купания, чтобы соблюдать, ну, и искупаться от души, и нормы этики соблюсти. Там вот какого рода купальные костюмы допускаются, насколько открытые, насколько закрытые. Или там вводить мужские часы, женские часы. И там, соответственно, при помощи поднятия флага там регулировать. В общем, всё это было дискутировалось, и возникло уйма вот этих, как мы бы сегодня сказали, НГО или НКО, негосударственные организации, где решения принимались самым, что ни на есть, демократическим голосованием. То есть в рамках Российской империи фактически на всём протяжении Юрмалы, но прежде всего на казённой земле, возникли курортные республики. Ну, из них самая мощная и старейшая – это Дубельнская, Дубулская. И вот её символом был этот Дубулский кургаус, который потом, к сожалению, в 70-е годы снесли, и там вот установили трёх с половиной метрового мощного такого вот Владимира Ильича Ленина, самого крупного в Балтии там. И там проводили какие-то советские демонстрации, мероприятия, поскольку рядом была Юрмальская городская дума. Ну вот про это практически очень мало где можно прочесть. Ну и, ну, мне кажется, это очень интересно. Вот под занавес лета, вот я с семьей побывал на открытии, нужна до Должной Юрмальской думы, красиво было сделано в этого парка, в Кемере. В Кемере, да. В Кемере, как говорили, да. Кемерн. Кемерн, да, если будет точнее, да. И понятно, что там в центре этот санаторий, который ещё так всё долго реконструируется, и очень много вопросов мне знакомые задавали, так, ну, видимо, философские. Вот я хочу тебе его задать. Вообще, возможно ли, вот на твой взгляд, возродить вот прежние Кемери? Или нельзя два раза войти в одну и ту же ворожню? Не, ну, ясное дело, что прежние вот один к одному. Ну, я не умею, да, нет. Ну, чтобы там жизнь была вдохнуть. Ну, во-первых, может быть, технически это и можно, но зачем это нужно, спрашивается. Но вот проблема слома эпох, которую, ну, и вся Латвия, и Юрмала, они переживали неоднократно. Ну, первый такой крупный слом, ну, можно сказать так, самый первый произошёл, когда вот на этом берегу, поросшем соснами, там были такие вот сплошные дюны. Сейчас пейзаж Юрмалы, кроме вот подхода к морю, он фактически это вот ровная территория, а изначально там были холмы-дюны. И это в ходе вот строительства дач, прокладывания дорог, вот эти дюны в основном оказались срыты. Так вот, первый сдвиг был, когда вот в этот пейзаж, в котором разве что был какой-то рыболовный сарайчик для снастей. То есть, ничего там не было. Да, то есть, там ловили рыбу, были рыбацкие посёлки, вот такие вот редкие хутора. Ну, было несколько знаменитых вот этих, как это, корчом, да, вот корчмы, была одна на переезде через Лелупы, и вторая вот знаменитая тоже, Дубулская корчма, там, начиная с поздних средних веков. Она там стояла, ну, потому что проходила дорога. Дорога из Риги в Кёнигсберг. Вот она, значит... Поэтому там хотя бы хоть что-то было. Да, одно из ответвлений этого пути как раз проходило по территории Юрмулы. Там, ну, была какая-то вот движуха, а всё остальное это, ну, как это... Хауи. Хауи, Хауи там. Да, там, ну, природа. Вот идеал современных зелёных. А потом, ну, начиная где-то с, ну, 20-х, особенно 40-х уже годов 19-го века начинается развитие курорта, и всё преображается. Вот первый сдвиг, что там, где вот, как это, приют убогого чухонца, да, вот, там вдруг начинается какая-то невероятная движуха, и уже в начале 20-го века, ну, практически... Не узнать. ...всё застроено, кроме вот там дальних уголков Лелупа, это, кстати, называлось Америка и Австралия. Символично, да. Даже на старых планах ещё 20-х годов даже вот там написано прямо Америка, вот здесь заканчивается Америка и начинается Австралия. Понятно, да. Вот, да. И, собственно говоря, вот это первое такое радикальное изменение пейзажа. Потом Первая мировая война, всё как бы так затихает, и уже в межвоенный период куда меньше дачников, зато дома начинают уже строить новые, отчасти перестраивать старые, чтобы жить не только летом, но и весь год напролёт, потому что до этого жили в основном только летом. Ну, разве там какие-нибудь тоже рыбаки, ну и кто следил за инфраструктурой оставались. Вот, ну и там. И это, значит, второй большой период. Потом, значит, соответственно, после Второй мировой войны советский период, когда кто-то там кого депортировали, кто сам сбежал, у кого отняли, и вот на этих вот дачках начали размещаться республиканские и всесоюзные здравницы. Вначале просто там 3, 4, 5, 6 дачек объединяли, говорили, вот здесь будет у нас санаторий имени Горького, а вот здесь имени Райниса, а вот здесь имени, там, Иосифа Виссарионовича, и, значит, туда вот ехали отдыхать со всего Советского Союза трудящиеся. Потом в газете «Правда», где пишут только «Правда», в самом конце 60-х появилась статья, вот как так, у нас вот новейшие достижения советской архитектуры, современные технологии здоровья, оздоровления, а люди живут в каких-то странных хибарах деревянных. Надо к чертовой матери снести вот этот буржуазный вот декор, декор вот, и построить вот красивые многоэтажные здравницы, чтобы там советский человек жил вот в достойной там светлому коммунистическому будущему вот таких утопических санаториях, пансионатах и так далее. И отчасти это было воплощено в план развития Юрмала начала 70-х годов. Началась эта бетонная застройка. Да, да, и вот фактически по этому плану концептуально вот вся территория, прилегающая к дюмной зоне, там все вот эти дачки, которыми мы продолжаем сегодня любоваться, должны были быть снесены и построены вот такие вот фантастические… Бетонные монстры, да. Ну, как бы, ну, вот такая вот универсальная, такая глобальная модернистская архитектура, по-своему функциональная, но просто там всегда вопрос, надо ли при этом сносить все остальное, чтобы построить что-то новое. Но там вот вопрос ставился радикально, и вот радикальность окончательного решения вот этих датчик имперского и межвоенного периода, она как бы несколько смягчалась там с недостатком финансирования, материалов там, ну, и потом на каком-то этапе подняли голову эксперты по наследию, они сказали, не постойте, постойте, это все-таки тоже вот по-своему замечательно и прекрасно, это наше архитектурное наследие, вот, и, ну, вот это был, значит, вот этот вот советский этап, советский период, первый этап, второй этап, ну, когда в том числе вот построили Юра Сперла, несомненно, иконический объект, но опять же, в рамках вот этой программы строительства таких вот зданий вот для светлого будущего, и, ну, потом очередное, значит, потрясение, очередной этап, это начало 90-х, там, вначале это было довольно брутально, там, многие дома горели, вот, как мы помним. Исторические памятники. Да, в том числе памятники, да, ну, и вот сейчас такой вот период синтетический, что-то осталось от всех эпох. Мы можем говорить о возрождении Юрмала? Я сейчас не хочу вдаваться в политику, или это слишком громко. Я бы не пользовался такими громкими, ну, словами, тем более, что можно говорить о возрождении, если бы, ну, не знаю, какая-то политическая сила в Юрмальской думе выступила с такой программой. Но такой партии я не знаю. Юрмала интересна тем, что, с одной стороны, это такая вот райская территория между морем и рекой, где вся вот этот грязный воздух выдувается ветром, там пахнет водорослями, смолой, соснами и так далее. С другой стороны, это самое скандальное самоуправление Латвии, где идет борьба всех против всех, где, ну, там за последнее время, ну, по-моему, три мэра попадали в тюрьму просто вот, где экологи, считающие, что в Юрмале человеку вообще не место, это я немножко утрирую, ну, примерно вот так. Ну, примерно так, да. И сторонники тотальной застройки, что надо застроить все, и дюны, и пляж, ну, они просто вот сражаются друг с другом, и, ну, там позиции совершенно несовместимы. Старые юрмальчане, новые юрмальчане, и так, и этот, в общем, там идет постоянное сражение на всех фронтах, и, ну, правда, когда мы попадаем в юрмальский вот этот идиллический пейзаж, мы всего этого не видим, там тишина, покой, солнце, солнышко, дождик, вот, все прекрасно, бабье лето, гуляем, но я хочу сказать, что некоторая движуха в юрмале продолжается, и это... Но на твоей экскурсии можно записаться вообще? Абсолютно, да, вот у меня на Фейсбуке есть группа Genius Loci, гений места, вот, и там я выставляю все анонсы и по юрмале, и по риге, там по мессенджеру, по WhatsApp, можно со мной там списаться, выступить с предложениями, заказами, погуляем, или там просто задать вопросы про юрмалы, про ригу, ну, насколько могу, отвечу. Вот я прямо сейчас задам вопрос, может быть, в завершении, это было бы такое символическое завершение, вот, когда еще в юрмале была новая волна, вот этот период, да, то начали покупать вот какие-то объекты недвижимости, звезды шоу-бизнеса, юрмачаи друг другу говорили, а вот там вот этот поселился, там вот этот, я к чему говорю, ладно с ним, с этим шоу-бизнесом, это все проходное, а вот, наверное, часто задают вопрос, какие-то знаменитости, вот, которые в юрмале оставили свой след, неважно, может, они там не жили всю свою жизнь, но вот, которые, скажем, ну, какой-то заметный след в мировой истории тоже оставили. Ну, вот, то есть, я когда вожу, хожу, ну, кстати, вот в эти субботы и воскресенья, там вот сначала будет на дистанции Дзинтери-Майюри, а воскресенье, это в субботу, а воскресенье Булдури-Дзинтери, там где-то по 4 часа прогулка, вот, с такими непростым маршрутом, вот, ходим, смотрим. То, что я знаю, то, что мне удалось там накопать в интернете, в газетах, я рассказываю, там вот, где скрываются следы маршала Жукова, и там жили какие-то деятели межвоенной Латвии, и звёзды российского шоу-бизнеса, там Алла Пугачёва, где ступала, и с Филиппом, и Максимом, вот, там, ну, конечно, ну, что знаю, то говорю, но надо сказать, что Юрмала – это такое очень потаённое место, где современные обитатели, ну, не очень, не очень хотят светиться, на некоторых домах даже нет номеров, что является нарушением вообще-то, но вот так бывает, и определить, что кому принадлежит, это требует, ну, такой довольно упорной работы, расспросов знающих, там, архивы строю правы, в общем, ну, это серьёзно, но мне кажется, что, может быть, ну, там вот так вот уж совсем уподобляться папарацци и отслеживать целенаправленно, кто где бывает, кто с кем и так далее, это чрезмерно, но просто знать, что кому принадлежит, ну, это нормально, по-моему, можно даже прямо на адресе писать. Ну, то, что знаменитые писатели там отдыхали, это исторический факт. Они там оставили какие-то даже воспоминания, упоминания в, вот, на границе Эдинбурга и Майоренхоффа, там вот такой вот знаменитый санаторий Михаила Максимовича, там, ну, вот, подлечивался Валерий Брюсов, тоже оставил там строки про вот эту морскую пляжную действительность. То есть, да, там, ну, как это, а в советское время, ну, все советские писатели мечтали оказаться в двух местах. Это в Доме творчества писателей в Дубулты и в Пицунде. При этом Дубулты считалось, ну, это Запад. Это вот, да, это попасть не просто вот в комфорт, в тишину, покой и такое рай обслуживания за государственный счет, ну, и попасть вот в западную среду. Так что это все, все это, все происходит. Вот эти слои, они есть, остается их заметить, выявить. Ну, и кто хочет присоединиться и погулять по Юрмалину, я думаю, что это такая прекрасная возможность, потому что бабье лето будет ненадолго, как мы знаем. Да, бабье лето ненадолго. Ну, будем гулять и осенью, золотая осень тоже. Не просто и даже зимой пытаемся там вот... И главное, не забывайте про Билдерлингсгоф, это Будери, да. Да, Билдерлингсгоф, это... Тоже историческое место. Будери, да, все в порядке. Ну, кстати говоря, вот в Санкт-Петербурге до сих пор сохранился Дублинский переулок. Так вот он не в честь ирландского Даблина, да, а в честь нашего Дубельна, то есть Дубулты настолько вот... В Санкт-Петербурге прямо такие, да. Да, прямо в Санкт-Петербурге. Так что это тоже хороший параллель. Игорь Батолин у нас был в прямом эфире, большое спасибо. И действительно будем изучать родные места, что может быть лучше, да. Да, будем гулять, наслаждаться. Ну, это, кроме того, это спорт и релаксация. Это точно, да. Кроме знаний. Спасибо большое.